Ответственные родители, талантливые деятели искусств, меценаты, достойные люди во все времена ценятся высоко. И этой осенью глава региона вручил государственные награды выдающимся ульяновцам. Я выражаю глубокую благодарность всем жителям нашей области за веру и терпение. За созидательный труд и достойный вклад в развитие Ульяновской области и всей страны. За безусловную поддержку в адрес региональной и федеральной государственной власти и нашего президента. Свою особую признательность адресую тем, кто с оружием в руках отстаивает интересы объединенных народов России. Семья Шияновых из Димитровграда воспитывает 11 детей. Старшие уже упорхнули из гнезда, а младшие учатся в школе. Шестеро девчонок, пятеро мальчишек. Их мама и папа еще 30 лет тому назад мечтали стать многодетными родителями. Тяжелый труд и огромная радость. Дом полный хлопот и детского смеха. Светлана и Андрей Шияновы награждены орденом родительская слава. Дети – это награды от Господа. Ни один человек, наверное, от своей награды не отказывается. Поэтому у нас действительно 11 детей. Мы, наверное, одна из тех семей, которые заистали и 90-е трудные годы, и благополучные 2000-е. Решение было принято давно уже, потому что у нас будет многодетная семья. Семья, которая воспитывала детей без бабушек, без детских садов. Благодарственное письмо от губернатора получила Наталья Кашина. Она администратор и координатор волонтерского движения ЗТВ. Пока наши бойцы выполняют свой долг перед Родиной, неравнодушные ульяновцы уже больше года трудятся в тылу. На фронт отправлены тонны различного груза. Помогают всем, чем можно, начиная с вязанных носков и талисманов и заканчивая серьезной техникой – тепловизорами, коптерами и приборами ночного видения. Мы отправили около 10 машин для ребят. То есть ребята напрямую к нам приезжают, обращаются, и мы по их запросам оказывали помощь. Я считаю, что вот эта награда, которую получаю я, это награда не моя. Это награда тех, кто плетет в сети, тех предпринимателей, кто оказывает помощь и отправляет без пафоса и какой-то вот пиара ребятам, стройматериалы, чтобы они подготовились к зиме. Среди награжденных – руководитель организации «Боевое братство». Николай Лазарев – ветеран Афгана. Он и в наше время регулярно ездит за ленточку. Всем моим боевым братьям, воинам, которые защищали на Северном Кавказе, в Афганистане и в более 40 военных конфликтов, низкий поклон, ребят. Эта награда наша с вами общая. Торжественная церемония приурочена ко Дню народного единства. Он состоится 4 ноября. Государственные областные награды получили 33 ульяновца.